Багач говорит, а почему тапочки и дилда? Бедняк отвечает, если не понравятся тапочки, может пойти нахуй. Привет, друзья ютуберы. Сегодня у меня много дела, так что попиздеть сегодня особо не получится. Так что переходим сразу к пересказу сериала Клан Сопрано. Второй сезон, девятая серия. Приятного просмотра. Крис лежит и подыхает в реанимации. Его мать просит Данте, чтобы они нашли того придурка, который стрелял в ее сына и жестко его покарали. Вокруг все друг друга успокаивают, потому что не знают, что еще делать. Ведь того придурка не нашли, он еще в бегах. Информации про него нет. ФБРовцы хотят что-нибудь интересное узнать от тех, кто и так им ничего и не скажет. Ричи говорит, что была какая-то наводка, также одновременно посылает Полин нахер. И говорит, что типа этого паренька, но возможно не его, видели где-то там. Но возможно даже как бы человеку показалось. Чуть-чуть поспать удается только дряни, которую будет тревога. И оказывается, что Криси умер на несколько минут. Его реанимировали и никто не знал, что делать. Потому что не было никаких новостей. Операция продолжалась несколько часов. Кармела, узнав, что произошло ночью, решила пойти и помолиться своему богу. Потому что больше у нее никаких, в принципе, возможностей не было помочь как-то на ситуации. Доктор-хирург сказал, что Криси ситуация нормализована. Несколько минут он был мертв. Был на той стороне. Сейчас он вроде бы стабильно у него состояние. Ему ничего не угрожает. Он, конечно, слишком слаб. Но звал Поли и Тони. Эти два балбеса заходят узнать, как у этого придурка дела. Но тот говорит, что как бы им передавали с другой стороны привет. Криси рассказывает про целую кучу всяких гачи-мучи, которые были вместе, похожим на ад. Там были много разных знакомых. Таких, как Майкл Палмисси, который он называл Джерри. Которого убили еще в конце первого сезона. Он рассказывал, чтобы Тони остерегался три. Три часа. А Поли ждут, по крайней мере, два или даже три десятка ребят, когда он окочурится и вернется уже туда к ним. Тони не знает, с чего начать разговор у психолога. Просто сидит, молчит. Психолог начинает расспрашивать его. Но Тони даже не может собраться вроде с мыслями. Также не может с мыслями собраться и Поли. Потому что у него из головы не выходит именно три часа. Он приходит рано утром, либо ночью к Крисе, когда, наверное, все спят и солнца еще нету даже на улице. И расспрашивает его по поводу того, что еще могли передать те ребята со стороны. Психологичка сидит и ноет, как тварь, потому что она не знает, что с ней. Она чувствует боль Тони. И это очень сильно напрягает друга ее психолога. Потому что она уже начинается сливаться немножко внутренней личностью с этим бандитом. Гнилой Пусси начинает расспрашивать своего друга из ФБР, как дела. Но ФБРовец думает, что, скорее всего, Пусси хочет узнать, где этот пиздюк. Кармела начинает орать на Тони, потому что он, хоть и не причастен ко всей этой ситуации, но все равно он не уследил. Поле приснилось, как ему на телефон позвонили ребята с той стороны и приглашали его к ним зайти. Его баба говорит, что надо бы ему показаться не просто какому-то доктору, а скорее медиуму, который разбирается в этих вопросах. Стоит и ждет, когда к нему подойдет Гачи Райт и расскажет, где прячется тот придурок. Конечно, не за просто так, а за деньги. И недвусмысленно намекает Пусси, что есть возможность узнать друг друга получше, если, конечно, Пусси сам не против. Хоть Поле и считает все это херней, он приходит все-таки на заседание к медиуму, который делает вид, что общается с мертвецами. Тут он ловит какой-то сигнал и подходит к Поле. И начинает рассказывать несколько знакомых имен, которых когда-то Поле лично убил. Поле это очень сильно заводит, и он бесится, приходит к Тоне и начинает рассказывать так и так, я за себя волнуюсь. Тони говорит, если он такой охрененный медиум, пусть он может расскажет, где заспрятался этот придурок Бобылаква, которого они все ищут, но не могут найти. Тони решает расслабиться и поговорить с сыном, который задает ему вопрос, типа, а меня тоже застрелят. Этот вопрос, как бы, все вот это связано с разговором, Тони уже не нравится. И подходит к нему Кармела, потому что ей на телефон домашний позвонил Пусси. Они ловят придурка, начинают его, конечно, немножко метелить и расспрашивают в очень хорошей обстановке, кто еще при делах. Знал ли про это Ричи и какая роль его в этой всей ситуации, но тот говорит, что Ричи как бы не при делах. Он дав ему последний раз попить, его отправляют к ребятам на ту сторонку. Поле никак не успокоится и приходит в церковь, чтобы расспросить, как это и так. Ну а церковный, после, наверное, дорожки кокаина, говорит, что так и так, все эти медиумы это чертовщина и бесовщина. После мокрого дела Тони и Пусси сидят и жрут, рассказывают пахавные анекдоты. А потом Тони приходит к своей жене и перед жесткой жаркой Кармела все понимает.